Важно бесплатно быть для людей. Лучше бесплатно, чем платно. Хоть и 10 рублей, но все равно многие на улице оставляют коляски. Мне вообще без разницы. 10 рублей уж не особо много. По мнению мамы двоих детей Алсумы Хамединовой, так за месяц может уйти. Значительная сумма. Она с детьми часто посещает поликлинику. К платной парковке, говорит, не принуждают. Оставить коляску можно и у входа на улице. Карточку хотела забрать и все. Сейчас коляску туда сдавать, 10 рублей платить надо. Однако эту услугу приняли не все мамы и папы. Парковочный бизнес процветал в 4-й детской поликлинике 10 лет. Но о проблеме заговорили только сейчас. После жалобы возмущенных мам в народный контроль. В чеке черным по белому хранение колясок 10 рублей. Минздрав в ответ сообщил. Охрана колясок на платной основе была организована согласно уставной деятельности учреждения. Деньги подвергались учету. В администрации поликлиники уверяют, организовать парковку просили сами родители. Наблюдались случаи хищения следствия распортировки детей колясок, санок, велосипедов. И родители неоднократно обращались к письменными заявлениями о том, что просят организовать охрану за символическую плату. Так здесь наняли охранника и установили сумму в 10 рублей. После капремонта, который недавно завершился, от этой услуги должны были отказаться. Утепленная парковка предусмотрена уже по новому проекту. Из-за сохранности детского транспорта будут следить видеокамеры. Не дожидаясь окончания работы, уже сегодня парковочное место стало бесплатным. На месте вахтер, она же выдает специальные жетоны. По завершению монтажных работ, по установке видеонаблюдения, данная услуга, конечно, она будет осуществляться за счет видеонаблюдения. И, конечно же, это будет все на безвозмездной основе. На сообщение отреагировала и прокуратура республики. В результате проверки будет дана правооценка деятельности администрации учреждений здравоохранения. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Законно ли оказывались платные услуги, прокуратура ответит после расследования. Редактор субтитров А.Семкин